Привет, Украину! Це абзац. И мы начинаем! Невозможное возможно, друзья! Ну, много по поводу чего можно задать этот вопрос в сегодняшней Украине. Но, тем не менее, дам утвердительный ответ. В столичной мэрии разработали, внимание, специальные тренинги для коммунальщиков. Как вы думаете, что будут изучать коммунальщики на этих тренингах? Их будут учить не хамить и относиться к людям, как к родным. Вы представляете? Новый проект так и называется. Дружелюбный ЖЭК. Дуже незвично звучит. Чи дала результаты школа гарных манеров? Наша Маша Себова разыкнула нервами, чтобы это проверить. То, как ее встречали? Хлебом с селью чи лайкою? Абзац в Киеве. В каждом ЖЭКе нам хамят. Не идите из кабинета. Я же вам сказала, что заявка принята и все будет сделано. Абзац провел скандальный эксперимент. И оказалось, не пощадили ЖЭКовцы даже заместителя Кличко. Конечно, хорошо замаскированного. Можете в Киевэнерго позвонить при нас, хотя бы им каких-то звездюлей дать. Власти пошли на решительный шаг и провели коммунальщикам тренинг вежливости. Но чтобы до увольнения не дошло. И вообще относиться к жильцам не как к проблеме, а как к дорогим клиентам. На том тренинге, кстати, начальников попросили оценить по шкале от 1 до 10, насколько они сейчас вежливы и эффективны. Мда, от самокритики точно никто не умрет. Вот и психологи уверены, никакими тренингами не изменить наших коммунальщиков. Они привыкли сидеть на троне. Я очень сомневаюсь, что эти тренинги их будут снимать с трона. Но вдруг установка властей подействовала. И меня в ЖЭКе встретят как дорогого клиента. Чтобы усложнить задачу коммунальщикам, клиентам буду неприятным и наглым. Вообще девочка хорошая, но для эксперимента меня испортят. Как вы вести человека из себя? Вот как вас зовут? Маша. Маша. Вы меня не знаете, я к вам... А что это у вас здесь? То есть первичное... Сразу интимное пространство. Конечно, интимное пространство нарушается. Второй вариант. Я прихожу, говорю, здравствуйте. То есть вывести из себя, это всегда элемент неожиданности. Это всегда используют авантюристы. Еще один хитрый психологический метод. Называется «хочу свое мясо». Суть в том, чтобы монотонно настаивать на своем. Мне нужно, чтобы вы подписали. Я не буду подписывать. Я никуда не уйду. Девушка, вы ненормальная? Я хочу, чтобы вы подписали. Я сейчас вызову милицию. Я хочу, чтобы вы подписали. Да, терпение. Коммунальщикам понадобится ангельское. Вы приходите, одеты в непонятно что, а лучше по-молодежному. И задаете систему, вы должны мне это сделать. Вы обязаны. Я переодеваюсь в такой чуть помятый молодежный стиль. Такие обычно по ЖЭКам не ходят. Посмотрим, взбесит ли наглый подросток коммунальщиков, которые после тренинга должны быть очень вежливыми. Захожу в первый ЖЭК и применяю способ нарушения пространства. Близко подхожу к столу сотрудницы. И вот результат. Вежливым отношением и не пахнет. И опять стрелки перевели. Не помогли и наорали. А как же тренинг вежливости? Но один ЖЭК еще не показатель. Еду дальше. Вроде бы и не накричали, но осадок остался. Майнозойливые вопросы здесь всех явно бесят. Может хоть с третьей попытки мне повезет. Да уж, тут даже секретарь в приемной меня слушать не захотела. Вот ни разу не почувствовала себя дорогим клиентом. Может я не те советы психолога использовала? Вы когда заходите к намелплатурщику, вам необходимо представить его, допустим, как он сидит голым на унитазе. Или что он вам должен великую сумму денег и не способен надать. Тогда, если вам и нахамят, вы не сильно расстроитесь. Чего, мол, от него такого еще ожидать? Пока что вежливость в ЖЭКах, мягко говоря, хромает. Но, возможно, прошло слишком мало времени. И еще через пару тренингов коммунальщики станут более услужливыми. А если нет, я приду уже не хорошей девочкой и не наглым подростком, а самим Кличко. АПЛОДИСМЕНТЫ